Кроме стиля программирования, сделать ваш код более понятным могут документирующие строки. Вы можете использовать строку в начале тела вашей функции, метода или класса и описать в ней, что же делает ваша функция, метод или класс. При этом данная строка будет доступна в качестве атрибута doc. На примере нашего класса randomIterator наша строка документации выглядела бы как-то так. Как я и сказал, в самом начале тела нашего класса мы объявляем одну строку, которая является строкой документации. Мы используем внутри документирующего комментария синтаксис тройных кавычек, прежде всего потому, что он заключает от начала до конца все содержимое в качестве текста в одну строку. И поэтому ее удобно переносить и редактировать. Внутри данной строки документации я указал, что делает наш класс. Я указал, что если мы вызовем конструктор нашего класса и передадим сюда число k, то он вернет итератор, который бы перебирал k случайных чисел из диапазона 0.1. Также указал важную дополнительную информацию, какой именно функцией random я пользуюсь, потому что важно понимать, какие случайные числа из диапазона 0.1 я генерирую. Я утверждаю, что я пользуюсь функцией random из модуля random. Как я и сказал, строка документации теперь доступна в качестве атрибута doc нашего класса randomIterator. До нижних подчеркивания, doc до нижних подчеркивания. Запустим данный код и увидим документацию нашего класса в терминале. Однако, что самое интересное, большая часть стандартной библиотеки языка Python также использует этот механизм для документации. Поэтому мы можем смотреть документацию для стандартных функций, классов и даже модулей. Например, мы можем импортировать модуль sys и затем вывести на экран документацию данного модуля. И мы видим, что в этом модуле у нас на самом деле очень много всего. Прежде всего, что у нас есть общая информация о модуле, к чему, собственно, нам дает доступ данный модуль. Затем у нас есть описание объектов, которые изменяются. С models мы уже знакомы, с pass мы уже тоже знакомы. А вот rgv — это те аргументы, которые мы передали в командную строку вместе с запуском нашего скрипта. Также здесь находятся какие-то неизменяемые объекты в библиотеке. И также у нас есть функции внутри данного модуля. И здесь есть подсказка небольшая, на самом деле, по поводу того вопроса, который возникал в первом модуле. По поводу подсчета ссылок. Если мы почитаем документацию данного метода getRefCount, то мы, наверное, найдем там ответ. Давайте выведем на экран документацию нашей функции getRefCount из модуля sys. Сначала мы видим сигнатуру, то есть она принимает какой-то объект и возвращает целое число. С тем мы видим общее описание, возвращает число ссылок на объект. И дальше идет примечание, что число ссылок на объект чаще всего на один выше, чем вы ожидаете. И связано это прежде всего с тем, что аргумент нашей функции также считается за ссылку. Таким образом, вместе с документирующими строками у нас появилась возможность не только задокументировать свой собственный код, а также возможность в данный момент прямо здесь, в интерпретаторе, построить точную документацию какой-либо функции. А это уже достаточно мощное оружие в наших руках.